Доброго времени суток, с вами Аракис, и это начало недели продолжения войны гильдий. Итак, начнем. Так, влаги, уйдите. Уйдите. Ушли. Так, но для начала мы прокачаем что-то. Что мы прокачаем? Может колонки установим? Так, кстати, да. Ожидайте видео по поводу медалей. Неделю тестировал. Знаете, мне понравилось то, что я сделал. Точнее, то, как мне подсказали это сделать. В общем, видео, думаю, вам понравится. Точнее, описание всего, как, да что, да почему. Постараюсь сделать при вас таблицу, на которой вы наглядно поймете, стоит ли это того. Вот, самое главное, очков и вашего времени. Наперед скажу некий спойлер. Очков больше, времени тратите меньше. Поэтому, думаю, видео будет интересным. Итак, на что мы потратим наши очки? Не помню, за сколько добытые. Я так понимаю, за прошлую неделю. Так как давилмоны я уже купил, около там 1800 у меня было. И вот я колеблюсь между атаки 2% всем, либо крит урон 2%. Кому и что, и что, и что, и что. Я думаю, повышу-ка я крит урон. Я так понимаю, следующий будет плюс 3%, то есть максимальный десятый уровень 25%. Задавался этим вопросом в чате, никто мне не ответил. То ли никто не увидел, то ли ни у кого его нет. Ну, я думаю, есть, естественно. Так, и что у нас осталось? 470 очей. Что мы сможем улучшить? По-моему, не особо, что мы сможем улучшить. Так, хотя, у нас есть... Почему бы и нет? Параллельно все можно улучшать. Как минимум, у меня 3 персонажа света, которых я часто использую. Будут бить чуть-чуть сильнее. Опачки. Лотерея от Якубовича. Поехали. Крутим, крутим, крутим. На что вы ставите? Да, кстати, уже 5000 маны нету. Уже есть 10. 100, 100. Тварь. Вот как с ними? Кстати, кто-то выбивал уже вот этого царя, ангел-мончика там, или простого хотя бы пельменя. Потому что мне и близко даже до них не проходило, даже рядом не стояло, не то что там. Такое ощущение, будто там 5000 кристаллов он не стоит. Ладно, приступим к войне гильдий. Воюем мы сегодня с Найт Хантерами. Ничего себе. Ничего себе. Так, такой деф у нас. Кофан. А, понятно, чего его бьют. Крензе. Что-то знакомый чувачок. Ладно. Платун Бэр. Второй деф мне больше нравится. Ну, естественно, чем первый. Так как здесь, как минимум, Орочи вряд ли чего сможет сделать. Так, Клаптон. Клаптон. Ох. А вот этот деф достаточно интересен. Как минимум, тем, что уравняет скорость. И если его ведро походит быстрее, к примеру, чем мой, там любое ведро, назовем так, то будет попоболь. Но, я думаю, мы попробуем и начнем с него. О, пати уже, в принципе, и готова. Так, 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 так. Да, попробую я с ним подраться. И думаю, пати я не буду менять. Так как, в любом случае, две пассивки мне нужно будет выключить. И первое, которое я буду выключать, это, скорее всего, пассивку ведра. А во втором пати, через кого мы сыграем, пирата нет смысла, есть веромоз. В принципе, наверное, так и сыграем через часунку. Будет более сейвово, возможно, не с первого раза мы кого-то убьем. Так как, убить с первого, так скажем, захода Архангела будет, наверное, почти нереально. Но, с другой стороны, другое пати я вряд ли буду использовать. Сюда можно было бы взять раму, так как его бы оттачила часунка и Арх. Это было бы очень медленно, но 100%, так скажем. Они бы довели бы его до лоу хп, я бы шотнул бы Архангела, а дальше уже по накатанной. Но постараемся через вальку. Постараемся. Просто другое пати мне не светит с победой. Больше демэджа, чем валька, мне никто не нанесет. Тем более, плюс 2%, мать его, сейчас будет крытый по 40к выдавать. Да, я вам отвечаю. Сейчас увидите. Грузись. Так, поехали. Ну, естественно, так неожиданно, что лео походил первый. Ну-ну-ну. Нет, не в того раскол. Ты тварь кинул. Так, надеюсь, нету контратаки. Хотя, надеяться на такое. Ну, лаги уходите. И вот сейчас... Так, 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 кого же лучше? Да, я думаю, все-таки ведро. Отлично, понизель. Ого, не думал я, что он будет бить ведро. Ого. Вот это уже очень плохой расклад. И сейчас, если еще и белка походит в... Нет, ведро. Больше ты не будешь нам мешать. Нет. Вот... Ну, половина же хпбей, мать его. Его. Абсолютный бред какой-то. Серьезно, и надо отвориться. Эта белка ходит хаотично, рандомно, и какие-то спредятся. Так, скорее всего, по-любому нужно ходить в белку. Отлично. Плохо. Бэтдэй. И сейчас может закончиться Майрама. Ну, главное пережить следующий ход. Вы видите, Лаги. Лопнул. Блин, обидно, конечно, что потерял ведро. Да, очень плохо. Ну же, посмотрим на нашу фортуну. Две тычки нужно дать в Архангела. Так, так, так. Арху закинем. Ой, раскол, хотел сказать. Ну же. Самый фиговый расклад, который... Бред абсолютный. Валька. Ну же. Возможно, успеем добить. Ну же. Валька. Походи быстрее. Баф нужен, не нужен. Нет, не нужен. Ну же. Ну же, ну же, Валька, Валька. Выдавай крит. Хороший крит. Сквозь все. Кстати, у моей Вальки сейчас уже 100% крита. Не знаю, что я ей поменял. Я там какие-то махинации делал с рунами. Короче, с какой-то руной я ошибся. То ли наоборот ушел в плюс. В общем, у меня минус 2 или 3% крит дамаги стало. Плюс 4%, как я понял, крит шанса. Теперь Валька 100% всегда критует. Ну, не считая там Гланса и в другие стихи. Вот. И что еще повысилось? А, и по-моему, около 100 атаки добавилось. То есть Валька и сильнее бьет, и 100% шанс. Не знаю, как так получилось. Ну, короче, я в принципе не разочаровался. Пойдет. Трипл станк. Красавец. Так, так, так. Ну, только не... Вот, только не Гланс. Гланс явно нам не нужен. Так, сейчас будет баф от Хлои. Отлично. Успела. До всякой гадости от часунки. Ай-яй-яй. Что же это? Не досмотрел. Да уж. Лоханулся. Не досмотрел. Теперь нужно еще одного обкаста ждать. Уж, простите. Работа сказывается. Так. Хоть встан на часунку не прошел. Но уже. Блин. Третий скил, конечно, нельзя использовать. Так как на рандоме может не то сделать то, что мне нужно. Сейчас с часункой, скорее всего, сбалансит. Нет, не сбалансило. Ну и часунки трындец, по-любому. Ого. Сильная у меня часунка. Неплохо. 3200, да, критом? Так. Подхилимся. И добиваем. Ведь его оказался длинным, но не настолько, насколько я ожидал. Повезло убить Архангела, в принципе. 16500, это уже неплохо. Так. Кто у нас следующий? Платона мы смотрели. Пока, наверное, оставим его. Блин, потерял ведро, это плохо. Вот во вторую пати... А вот кем бить первое. Второе, ладно. Первое кем бить. Хотя в первой пати мы можем взять нашего, вновь прибывшего в нашей ряды монстрика. И, скорее всего, мы сделаем вот так. И интересно просто, чей кажется Бернард быстрее и почему-то я ставлю на него. А, да. Даст одна руна всего лишь. У меня нет в шестой слот атаки. Вот. По этому толку мне от Аквилы не особо много. единственный плюс это баф который у меня и так от любого персонажа есть, которого я использую на арене и на ГВ, разве что снимать массово бафы со всех вот это единственный плюс, но все-таки хочется монстра использовать по полной, а не так из-за одного там скилла так, а во второй пати думаю так и оставим в принципе надеюсь белка не сделает никаких гадостей, для этого я и взял часунку, чтобы подстраховать против Рики, вот а в первой пати кстати, а почему бы не взять нам да, у меня же есть Ашир в принципе, почему бы не взять Баретту, так как Тайрона я раздел, да была смена рун, я его раздел, так как роны на нем не особо были, ну и смысл ему просто сидеть в этих рунах о, а еще лучшим раскладом я думаю будет пират хотя пирата будут двое лупить с другой стороны пускай лупит не думаю, что я просто пирата буду использовать там в дальнейшей войне в третьем в третьем варе и плюс это даст мне буст скорости я думаю, все-таки мой Берни обгонит плюс даст буст то есть в идеальном раскладе мой Бернарт походит потом походит пират ну а потом уже либо кто его там петушок походит и мой эшир в принципе должен шотнуть теммарса если повезет на третий скилл и так и так и так поехали ну участник гильдии хотя в принципе да это вторая атака нормально так вроде бы сливная неделя начало попались не на слабеньких да в принципе как я и говорил расклад будет такой так ходит мой пират самое главное повесить раскол нашего голубого друга отлично о вообще в принципе идеально ну сейчас так выставляем слоу моушен ну же пух пух 60 60 мать его шанс крита 60 не 30 не 57 заметьте да не 61 60 в теории вероятности это как минимум 2 раза с 4 хотя да не мне о теории вероятности говорить проедем потому что так скажем пукан сейчас разорвет так и так и так что мы будем делать ладно доведем его уже до оргазма так скажем до этого бафа проклятого ну естественно часунка отхилила самое главное что висит раскол на атаку ой пират пострадал и сейчас нужно очень быстро добивать так 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 что мы сделаем эшир критуй исправь ситуацию отлично ну хоть сейчас 8000 блин первым скиллом кстати да прокачался у меня третий скилл еще на единичку то есть в принципе не считая отката третий скилл у меня уже с максимальным уроном ну вы видели да урон я все никак никак не могу показать нормальный так скажем плюс буст там я не знаю вообще то есть всю силу этого монстра то не критует то крит какой-то слабый то есть ой срачка это протечка абсолютно какая-то ахинея и бред так я думаю будем бернарда добивать мешает он больше наверное даже чем часунка так ну массовый бы раскол бы сейчас ну отлично если пошир ну же раскол и пират в принципе умрет чувствую тут бой может просто очень сильно затянуться ну да пирату трындец не на того раскола на кого хотел кинул но в принципе сейчас ну же еще раз слоу моушен давай 4 крита по 7 очки хотя бы 1 крит меня бомбит 60% крита да я понимаю что это там далеко не предел желаний и мечтаний но все же 60 блин еще лаги это бред бред и бой может затянуться так ну уж лаги уходите не знаю что происходит вообще не понимаю что происходит о наконец-то разлагалось и будем пытаться добить нашего пернатого друга так как дамаги у меня все-таки побольше и в принципе подхил какой-никакой но есть я думаю нам повезет и мы добьем перната а там уже часунка в принципе на 1-2 прокаста нашего ашера так бабчик главное чтоб часун не успела походить до ашера придется придется юзать бред но хотя бы добили так уже хоть сейчас он что-то сделает первым скиллом почему-то не подводит там марсика швырнул на 8000 блин часунку он на 5000 то есть без проблем а третий скилл будто я не знаю что такое что случилось дружище что бухой 6 короче какая-то блин это было бы более смешно если бы не было бы так печально ну же вроде бы 2 крита дал по 6 с копейками да ну ладно в принципе часун более тонковитый монстр там 6 там с чем-то тысяч и то но опять же это нет лидерки и нет бафа на атаку который тоже в принципе немного добавит все равно разочарование сплошное 6 4 удара 4 удара и вы поверите мне да 0 критов так сейчас бы убить конечно же вот это вот песик ну же в принципе отлично ну ладно да тут на что я еще мог рассчитывать естественно на гланс так будем добивать рику рика рика ну же крит отлично неплохо да вальку мне бы конечно переодеть было бы чудесно все таки я думаю это проблема с моим компом так как попытаюсь рассказать вкратце если мне кто сможет помочь сейчас мне активно помогает один человек которого ник в игре сейчас вспомню что-то типа у него стрим фир стрим по-моему или как прости меня если ты смотришь меня и забыл твой ник вот то есть он мне посоветовал через одну программу то есть я проверил свой компьютер то есть я в этом не особо шарю так скажем посмотрел что температура не соответствует нормальному так как у него процессор помощнее моего видеокарты и все такое и у него в два раза меньше температура и вообще есть так одну секунду я отвлекусь сейчас мы посмотрим так авок блин ну нет у меня ведра нет у меня ведра и это очень плохо так как первая пати меня просто разнесет этот орион бесит просто персонаж я думаю многие со мной согласятся для того чтобы просто не слить в салатину первый бой так как мне просто ну неким бить опять же можно взять того же эшира но вы видели эта тварь реально подводит плюс тут хлоя которая закинет щит мало того что нужно снять два бафа так еще и его собственный третий эшира здесь вряд ли прокатит поэтому наверное будем бить платуна или платун бр да и в процессе я договорю о том о чем хотел так первая пати первая пати через кого мы будем бить ну давайте попробуем через нашего ашера эшира ашера стоит ли тут брать веромоса вот это я не знаю либо попросту взять огни пати и к примеру то есть через доты 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 поможет ли нам это конечно же или нет вот это я сомневаюсь в этом сомневаюсь кстати да по поводу карла сейчас заметил проверил я его на некроманте к сожалению щит он не пропивает но это было бы реально имба так как пати из четырех человек своих я уже собрал рассказывать не буду об этом нет смысла а вот пятого я еще не знал кого я прошу прощения подберу и решил потестировать карла но к сожалению не оправдал он мои ожидания ну в принципе да чего еще хотел чтобы он еще и пробивал щит это было бы вообще и щит некроманта в смысле так кого же мы возьмем кого же мы возьмем нужно снимать возьмем белку почему бы нет да да сыграем через белку белку надеюсь тут орочий не особо дикий сыграем так так либо может через три хила гланца здесь нет никто нам не помешает почему бы нет давайте сыграем через ахмана давно я его не использовал он три собрата светлых плюс еще и защита неплохой буст да поехали даже аж интересно стало по поводу первого фати так ну же о хлоя тупанула отлично так кого же будем убивать первого я думаю орочий так как он больше может напакостить ого вроде бы не больно но так как в белке моей не особо много хп но уже более менее но можно было бы и лучше хотя бы там два-три крита дать так подхилиться либо снять нет ну мы будем снимать не сняли ой не убивай ну я думаю не умрет через три подхила я надеюсь так забустим всю команду будем белку лупить и хлою оставим под конец да продолжу по поводу этого то есть я считаю ну чисто с моей теоретической точки зрения что проблема либо в памяти хотя у меня ну те кто понимает и думаю мало вам чего это скажет то есть 8 мегабайт оперативной памяти вроде как мне ее всегда и на все хватало то есть я там играю вот если там вынести допустим вот к примеру call of duty там этот гост кстати классная часть ну же почему этот не переносится вот играл вот warfare абсолютно идеально идет фпс там не знаю как минимум 60 все чудненько о 7000 неплохо то есть все чудесно все идеально но вот открывая nox если так вот я думаю те кто смотрит мои видео согласятся со мной что лаги приблизительно в таком соотношении что где-то секунд 30 нормально идет мое видео то есть я там дерусь все такое оформлю бля-бля-бля вот а потом на секунд 5-10 иногда даже 20 такое вот некое назвать его затишьем наверное нельзя абсолютный пип в общем писец наступает и лаги абсолютная задержка полнейшая то есть вот если глянуть на цпу вот сюда где я курсором показываю сейчас у меня в районе там 50-60 скачет то есть когда вот эти лаги наступают какие-то там не знаю черные времена месячные как их еще назвать отлично вот это более-менее три крита по-моему проскочила нужно составить замедленное так как не успеваешь просмотреть урон вот то есть цпушка поднимается до сотки следовательно у меня комп будто сейчас взорвется если вот 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 вы видите да наблюдаете это 72-80 а пытался я сегодняшнее же видео снять через OBS протестировать назовем так первым быстро протестировать то есть лаги поднимались цпушка вздыхала до сотки поднималась до сотки и естественно так видео снимать было уже нереально плохой расклад восемнадцать тысяч у перны многовато чаще всего перну там пятнадцать шестнадцать тысяч ну хотя чем выше естественно топчик тем больше они и прокачивают так будем я думаю перну убивать по-любому хотя нужно глаз закинуть как по заказу так 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 отлично красота еще и тайрон слабенький так скажем а ну на нем же глаз висит прошу прощения да это я туплю так обои будем сливать параллельно сейчас посмотрим насколько толстый у нас тайрон не настолько тысяч тринадцать хп тринадцать четырнадцать ну в принципе это стандарт для тайрона которого чаще всего наверное вязать в башне он явно не для арены почему-то мне кажется он деспайри но просто ему видимо не повезло из-за того что был клаус так ну же сейчас попробуем через баф снести я думаю часунку вот часунки две тычки давай часунки две один в тайрон ну-ка валентина петровна что вы нам скажете один два и налево красота ай ай молодец вообще красота вот итак в принципе это все на сегодняшний день спасибо всем кто смотрел это видео если хотите я заценю вам кота покажи кота спрашивали вот вы видите да эту лошадь котяра весит килограмм девять да маленький котик жесть ладно всем удачи всем побед на гв пока удачи Редактор субтитров А.Семкин